Нотариальная контора по всей стране провели бесплатные консультации. Такий подарок подрихтовала белорусская нотариальная палата. Семного было тех, кто имкнулся отримать юридичную допомогу, высветляли наши журналисты. У одной из нотариальных контор Костричневского района Могилева шмат людно. Кто пришел за консультацией, кто оформит юридичные документы. Я по поводу завещания хочу проконсультироваться. Ну, я здесь иногда бываю по возможности. Я хочу осуществить права переводческой деятельности. Поэтому с украинского языка на белорусский или на русский у меня высшее образование. Поэтому хочу проконсультироваться и бесплатно оказывать своими земляками эти услуги. А нам нужно переоформить машину доверенности. А потому, что о гэты день консультации бесплатные, многие доведались только у Чарзи. Я хотела бы проконсультироваться по поводу квартирного вопроса. Знали, что бесплатно? Нет, не знала. Это оказалось сюрпризом для меня. Бесплатные консультации лишь у специалистов повышают юридичную письменность насельництва. Как правило, чаще всего обращаются граждане по вопросам оформления наследственных прав, удостоверения завещаний, доверенности, договоров, отчуждения недвижимого имущества, получения различных консультаций. Мы постараемся разъяснить, чтобы человек ушел от нас с решением своего вопроса, доволен. Меж тем, ставки нотариальных тарифов, которые установил Совет Министров, не для всех однольковые, кажут юристы. Знижками користается великая категория ильгольников. К ним относятся инвалиды и участники Великой Отечественной войны, пенсионеры, получающие пенсию в Республике Беларусь, инвалиды первой и второй группы, несовершеннолетние дети, оставшиеся без попечения родителей и их законные представители и так далее. Меж тем, бесплатные консультации, рассказали нотариусу, и они проводят довольно часто, звичайно, до державных святов. Наталья Ильинич, Александр Тарасов, Новина Регио.